Видите, как снежный ком у нас прямо вот эта вот сессия движется. Я вот сегодня посмотрел, ну, Павел, сегодня уже три раз, да? Вот через две недели, двадцать, седьмой, что мы будем делать. Через десять дней вообще уже Рождество католическое, да? Ну, хотя у нас ведь тоже мы его празднуем, да? Уже праздник, когда начинается, двадцать пятого, через две недели. А я, как-то следующее, успеваю по лекциям, значит, так, будем вместе переразничать, чтобы немножко программу практики как-то заканчивать, так. А в результате я, посмотрите, в результате я те последние лекции, значит, вот расскажу. Итак, значит, тема сегодняшняя. Это основа теории многоэлектронного атома. Основа теории многоэлектронного атома. Я же у прослеживших, как много говорили, например, у меня он такой раз, чтобы не успевать. А, вы же потом скажете, вот, когда сессия начинается, зачетная? Зачетная, да? Я совершенно неправильно сказал, зачетная сессия, правильно, зачетная неделя, говорю. Потому что, в сессии есть только бизнес-сонная, а зачетная нет. Но зачетная неделя, это неделя, которая входит в программу, на самом деле, учебные планы. То есть, это учебная неделя. Но она одновременно, и зачетная, причем, потому что те, кто заканчивает в этой неделе, на последнем занятии, как бы, обычно ставят или не ставят, зачем. Поэтому занятие, на самом деле, проходило, лучше, чем уклоню. И поэтому я заранее не исключаю, что в паниелье, в 24, по-моему, как раз будет, да? А счет, это не будет. Может, в детстве, все-таки, у нас состоится. И так, основа теории многоэлектронного атома. Ну, многоэлектронного атома, это, в примерах, классические системы, системы многих частей. Тем более, знакомых, да более нам знакомых электронов, про которые каждый раз обычно по умолчанию разговор ведем. Итак, система N-электронов. N-электронов. Давайте я запишу вам вначале гаметониан, многоэлектронного атома. Вот с этого и начнем. Гаметониан, многоэлектронного атома, я представлю таким образом. Ну, мы уже гаметониан системы многих частей списали. Значит, это аддитивная часть, это сумма одночастичных гаметонианов. Вот пишем сумма по I, по единице, по всем электронам. Кинетическая энергия электрона, минус H квадрат на VN. Оператор Лапаса по координатам Итого электронов. То есть это D2 по DXI, Т2Ж, плюс D2 по DYI, Т2Ж и так далее. Дальше плюс потенциальная энергия взаимодействия с ядром, конечно, да. Ну, правда, она пишется минус ZE квадрат на R и D. Я прямо ей буду подставлять сюда. Потенциальная энергия взаимодействия электрона с ядром. Здесь R и D это просто расстояние типа электрона до ядра. Вот это основная аддитивная часть гаметониана. Далее я все-таки выпишу два слагаемых, которые чаще всего присутствуют в гаметониане многолитронного атома. Причем, я об этом не сказал, но как бы это по умолчанию предполагается. Речь идет о свободном многолитронном атоме. Необатами в кристалле, необатами в компании других атомов, моленбулям, календарм, календарм. Свободные атомы. Итак, это взаимодействие электронов, то, что сегодня обычно называют корреляционными, или просто корреляциями, корреляциями, сумма по I больше Y, E квадрат на R и Y. E квадрат на R и Y. В взаимодействии, в кулоновском взаимодействии, то есть отталкивание, конечно, знак плюс, видите, здесь, между электрономом I и Y. Сумма и больше Y обеспечивает неучет дважды взаимодействия Итого и Итого электрона. И, наконец, я сюда еще включу все-таки энергетическое взаимодействие спин-орбиту, спин-орбитальное взаимодействие. Спин-орбитальное взаимодействие сумма, это, кстати, тоже аддитивная часть Кабеттениана. От единицы до N, дальше A от R и T, L и T на S и T. С и T. Ну вот, в будущем, если нам придется где-то об этом говорить, первая часть, гаметониан, нейритивистский гаметониан, системы электронов, без учета взаимодействия между электронами, я чаще всего буду H0 обозначать. Дальше, электростатику, то есть корреляции, буду обозначать V, E, E, V, E, E, то есть электронно-электронное взаимодействие. А спин-орбитальная часть, ну, V, S, O, стандартная запись, V, S, O, спин-орбита. Ну, на самом деле, мы можем, конечно, не учитывать спин-орбиту, ну, по крайней мере, скажем так, в нейритивистском предвижении. В нейритивистском предвижении. Но мы уже достаточно много говорили про то, что спин-орбита, она, видите, как, ее роль, личина в спин-орбитальном взаимодействии, в нерве в спин-орбитальном взаимодействии, она существенно зависит от типа электронов. То есть те электроны, которые, и типа атома, конечно. То есть для тяжелых атомов, как правило, спин-орбита большая. Почему? Потому что, когда мы рассматривали с вами спин-орбит в водородном, или, точнее говоря, водородоподобном атоме, мы убедились в том, что величина энергии спин-орбитального взаимодействия, то есть поправка спин-орбитальных энергий, она пропорциональна Z4, где Z заряд и драк. Поэтому, без тяжелых атомов, это вообще эффект большой. Но, видите, много электронов атомов, и чуть ниже мы об этом будем подробнее говорить, у вас вот эффективный заряд, который чувствует электрон, он вообще, говоря, существенно различается для электронов внутренних оболочек, и внешних оболочек, ну, действительно, те электроны, которые движутся где-то там вблизи ядра, вот, электроны внутренних оболочек, они вообще чувствуют практически полный заряд ядра. Почему? Потому что все остальные электроны, их может быть много, они как бы вне движутся вот той сферы, в которой расположены ядрони, вот эти внутренние электроны. А зачем? Те внешние электроны не экранируют поле ядра на них. А вот электроны внешних оболочек, в частности, в валентных оболочек, то есть тех оболочек, которые, соответственно, слабо связаны с ядрами электрона, те электроны чувствуют заряд ядра сильно, ну, часто очень сильно, экранированные остальными электронами, ну, как бы электронами внутренних оболочек. Ну, представьте себе, да, у вас ядро, потом электроны внутренних оболочек, а где-то в ней там еще под вращаются электроны внешних оболочек. Ну, понятно, что для них, они чувствуют, они видят заряд ядра экранированной, вот этим отрицательным заряда внутренних электронов внутренних оболочек и заряда не может быть намного меньше чем истинный заряд вот это тоже надо иметь ну и это будет означать что для низкой на металле связь тоже будет слабой хотя не представляется в электронных тяжелых скажем а вот это надо иметь что даст и набита может быть большой и малый для одного и того атома в зависимости от типа электронов не повторяю что спина виду можно и на каком-то этапе не учитывать особенно повторяется речь идет о тех электронах для которых она и мало является далее ну перед растатику будет растатику надо учитывать конечно потому что взаимодействие электроны друг с другом это обычно довольно сильный эффект в свободном атоме оценка для электрон электронного взаимодействия тоже конечно зависит от того какие вы электроны рассматривали такого такой единый какой-то величины но скажем для тех электронов с которыми чаще всего приходится иметь дело физик консерванного состояния ну я ориентируюсь конечно физико-консерванное состояние на видите какая-то большая но я ориентируюсь на те кто занимается ну скажем там оптикой магнетизмом ну какими-то там хитрыми эффектами модными сейчас скажем да но не длительности моды сейчас логические загадки не графит а так вот чаще всего лишь там идет о электронах д оболочек или д оболочек это самый популярный очень физик состояние электроны д то есть электроны скажем атомов и ионов группы железный и электроны электроны группы атомов и ионов группы земель для них электростатика то есть вот усыненный энергия взаимодействия между электронами это величина порядка 10-20 электроновольт свободным атомами это довольно большая величина 10-20 электроновольт довольно большая величина единственное но дело в том что реально это мы чаще всего имеем дело не со свободными но а в твердом теле скажем там работают очень мощные эффекты мы иногда называют электронно электронно-решёточной поляризации решетки релаксации то есть фактически эффект экранировки мощные ну то есть представьте себе два заряда да у вас кусите заряды два электрона в атоме свободном атоме так ну вот они взаимодействуют и квадратная и все а ты стали скажем твердом теле что там происходит там каждый электрон поляризует окружение может он поле создает каждый электрон в школе там рисуют эти силовые линии он создает поле поляризует решетку вот это поле поляризации 10 на 2 электрон чему приводит на самом деле притяжение притяжение электронов хотя они отталкиваются тем не менее этот поверенционный эффект приводит притяжение электронов так что в результате кулоновская отталкивание уменьшается уменьшается и вот этот не описываем экранировки как экранировка волос взаимодействия поэтому реально в кристаллах здесь может было бы и все вот записать некое как школьным причем это и все это может быть приличным скажем 10 5 10 такого типа величины даже больше и это означает что вот взаимодействие внутри атомные взаимодействие электроны в кристаллах может очень сильно экранировать так что у вас вместо тех самых 10 20 может 1 2 быть электром 3 4 вот такого типа означает что корреляция могут на порядок упасть решетка стрелок тела пристала по сравнению вот и в этом тоже нужно помнить а эти эффекты и тренировки их расчеты это одна из таких труднейших задач в современной физике консервного состояния учеб с расчет корреляции это одна из самых сложных задач физики консервного стояло вот это сагаре если бы этого слагаемого не было то тогда перед нами просто был бы двигаться не отечественного типа и тогда уравнение шренингера я национально решалась очень просто волновая функция была бы просто произведением одноэлектронных функций то есть решение и так давайте я вот здесь спина ведь пока они забудут и буду говорить о великолепной взаимодействия частиц а шло тогда можно представить просто в виде сумма х и т или давать как напишем вашу это одно частичная гамильтония ну и если нам решение одно частичного уравнения известны то есть фи равняется известны ну а что-то за уравнение но если мы посмотрим на гамильтония вот он ашкин ашкин вот без суммы это х и т мы видим что фактически водородный гамильтония подробный комитет поэтому здесь надо было бы надо было бы написать nlm nlm ну а у эпсилон надо было бы написать эпсилон n вот как вы записали в эту уровне и решение его сразу вы знали почему потому что это уравнение это фактическое уравнение до водорода только зарядом не единичка разы поэтому вот это одни частичные задачки здесь решается очень просто очень просто ну а дальше чтобы но и частично волновые функции зашел мы стали с помощью операторов симпатизации антисимпетризации как это мы об этом уже говорили мы бы строили здесь речь идет правда то есть речь идет об орбитальной функции но чтобы учитывать эффекты перестановочной симметрии я вас не должен вспомнить снова да потому что у меня перестановочная симметрия работает для полной волновой функции поэтому надо функциям маленький фи nlm добавить как бы спин и перейти к новым функциям я обозначу пси нлм мю это будет фи нлм ход Тр и на спиновую функцию хи 1 2 мю вот как это было бы на уровне отдельных частиц ну а дальше вот из произведений функций таких уже спинопиталий как бы спинопиталий надо было построить многочастичные функции то есть с помощью оператора антисимпетризации си 1 2 и так далее равнялась бы просто ножки нормировки оператора антисимпетризации то есть это принаслатор вы начали строить ну а здесь способ произведения одночастичных функций пси н 1 и 1 и 1 и так далее и так далее и так далее и так далее это все и наша задача была бы полностью решена относительно функции для энергии полная энергия равняла бы у нас тогда вот чему просто была бы сумма одночастичных энергий одночастичные энергии только от n зависит так вот это просто была бы сумма сумма по сумма по всем n давайте обозначим здесь n пит и так эпсилон n пит и на можно было бы ввести сумму вообще по всем значениям n умножим это все на число частиц в этом состоянии на n большое n пит и то есть мы просто мы перебираем все значения n маленького один два три пять десять даже смотрим сколько у нас электронов находится состояние с определенным значением n это число мы обозначаем н а также чтобы мы сделали дальше мы бы вели понятие электронной конфигурации это очень важное понятие многоэлектронном атоме понятие многоэлектронной конфигурации новинок ровная конфигурации или просто электронной конфигурациям это распределение н электронов по эндое состояние распределение это электроны по н и состоянии не по н состоянием а именно по эндель почему ну видите как мы же рассматриваем с вами пока приближение в котором фактически на решение нашей задачи свелось к решению уравнения для этого водорода ну а в общем то случае если учесть и взаимодействие и вспомнить вот этот эффект экранировки мы увидим что на самом деле потенциал действующий на каждый электрон это не кулоновский потенциал реально потенциал состоит из кулоновского потенциала ядра и плюс некий потенциал который остальными электронами формируется воздух точно нет и потенциал точного заряда вот что-то за чей это означает что по крайней мере вот это вот зависимость эксилон надо немножко обобщить то есть много электронов атоме энергия отдельного электрона будет зависеть не только от эндой еще и от эль поэтому под электронной конфигурации компания и куда обозначать будем рассматривать распределение электронов по этой состоянии ну и ориентируясь на одного дорога и помню о том что энергия у вас чем выше энд те энергия выше и по молчанию мы будем работать всегда с конфигурациями с отличным основному состоянию атома вот я начну запись много электронной конфигурации как раз состоится равном единичка и 1с и до сколько по принципу power может посадить электрон 2 следующее идет н двойка порядка возрастания энергия рассматривая состояние здесь есть 2s 2 ну и еще при н равно 2 еще и и равна единица может быть так еще 2p ну а сколько в оболочку могу посадить электрон 6 6 штук со школы знаем 6 и так далее вот кстати это что за конфигурация вот пусть таблицы менделееву если смотреть на самом деле это конфигурация кислорода двух валенту вот такого по 2 минус нейтральный кислород у него конфигурация такая 2p 6 2p 4 то есть у него не полностью заполненная 2p ополочка а вот если она полосы запомнили так он 2 минус 2 лишних пилитон и как-то по отношению к нейтральному кислороду о 2 минус 2 минус это самое популярное самое популярное валентное состояние кислорода осидах конечно осидах сами популярны дело в том что о 2 минус 2 минус 2 минус как свободный ем он неустойчив он неустойчив как свободный ем то есть вот возьмете кислород вытащить туда из оксида кислорода по 2 минус вытащили и перевели его свободный станет ну то есть нет у него рядом никаких соседей поле никакой на него действий все он разваливается разваливается а что еще развалится ну вот он отдаст сразу лишних этих два электрона да это же на самом деле как бы мы получим нейтральный кислород но как известно и он тоже не очень устойчив потому что вы знаете существует модификации ну то есть там начинать возникать модификации типа озона дальше молекулярные молекулярные кислорода выразить и так далее вот но когда мы помещаем оба минус кристалл то там она кольцо устойчиво то есть вот по 2 минус это фактическое состояние анионы кислорода устойчиво только вот решетка или там были гулян системы в кластерах но не свободном состоянии ну и вот в принципе либо меньше сюда 2 по 4 там пожалуйста 2 по 2 если вот здесь была бы двоечка то что за конфигурация с таблицы менделеева это значит сосед это углерод тоже между прочим так вот разуме дификациями виду 2p2 это значит углерод 2 по 4 это нейтральный международно 26 это вот состояние типичные для оксидов и так далее электронная конфигурация энергии электронной конфигурации я каппа да очень просто смотрю сюда видите надо брать энергию в состоянии с определенными значениями н и так я и запишу и писал н и если мы сейчас с вами договорились что учитая энергия много электронном атоме не только отель но еще отель может зависеть когда ты писать н и дальше н и это число заполнения состояния с фиксированными ну и сумма по всем вот как будет выглядеть энергия конфигурации ну или это означает так будет выглядеть энергия свободного атома в отсутствие взаимодействия между электронами просто сумма для частичных кстати все электроны с одинаковыми образует энерги оболочку понять это же очень важно энерги оболочка энерги оболочка то есть это все электроны с фиксированными сколько электронов можно посадить в энерги оболочку то есть вот это число энерги меняется как меняется от нуля если 0 пустая или молочка будет так вот максимальное значение энерги то что называет емкостью оболочки не емкость в смысле электрической емкости а емкость в смысле трону максимального числа заполнения оболочек 2 на 2 из 1 это просто надо взять полное число различных значений квантовых чисел которые меняются при фиксированных генера что меняется фиксированных изменяется проекция орбитального момента до принимать 2 и посидеться значение и проекция спинного момента два значения внимание так еще всего максимум подняли оболочку можно кстати 2 на 2 из 1 электрона то есть с оболочка 2 электрона он заполнен п оболочке 6 электронов полностью заполнена д оболочке 10 электронов и оболочки 14 электронов ну дальше в ленина выше не ходим дальше идет же оболочка но я честно говоря не знаю примеров же электронами вообще так ну хотя физически все это есть я думаю что кто-то даже не занимается видите как атомами народ очень много занимается ну вот я уже упоминал например астрофизики где-то тут у вас есть астрофизики занимаются кстати интересно что он смысл физиков как раз придут понятие свободного а так она как раз такой родной и христики ну что они в общем не стердыми же делами там занимаются из не с молекулами даже а вот прямо с отдельными изолированными это раз и поэтому атомные спектроскопии для них это вообще очень важный раздел астрофизики ну конечно те кто занимается атомные спектроскопии на уровне молекулы газов ну и твердых тел конечно тоже для них тоже теория теория чрезвычайно важна для ядерщиков почему потому что оболочивая модель ядра она фактически занята из теории атома и поэтому если вы ее рядом а хорошо знаете ну считайте что вы автоматом за эти хорошим оболоченную модель ядра а это очень большой раздел ядерной физики ну и конечно все занимаются физико god Himself но стояний не обязать нам столько степей конечно них атом понимание всех состояний дамы и так далее так далее особенностей чрезвычайно важно но те кто занимается физико консерва стояний они как правило занимаются системами типа середине на основе элементов группы железо соединение на основе элементов группы это магнитчики и оптики всякие резонанс щеки ну конечно есть соединение без элементов группы железного тот же возьмите углерод вот дальше возьмите кремни возьмите окис кремния силициума 2 ой это вообще целый материк огромное количество работы посмотрите просто почему потому что все вот эти материалы ну и возьмите полупроводники как и германии украине германии до подачи всякие соединение соединение типа а2 в 5 там масса полупроводников разный чем полупроводников которые делаете прямо в практике я слышу по ним тоже огромный нет никаких атомов группы железо хотя сейчас эти атомы группы железо активно внедряются и традиционные полупроводники и в результате народ который занимался традиционными полупроводниками или соединениями никаких группах железо или лет к земле им сейчас приходится там заниматься почему а потому что юный группы железо или земель это и очень интересные ионы они во многих случаях сильно обогащают свойства полупроводников тем более что кибично полупроводники они как правило работают на привязанной на привязанных эффектах так вот как примеси юный группу железо и земель они оказываются совершенно такими экзотическими примесями ну например юный группа железо их например называют иногда убийцами убийцы например я недавно уже слышал и фейме то есть экспериментаторы которые занимаются десенцией они меня подбили я почти полгода убил на работу в поле десенции характер слабо отказать невозможно там я никогда не занимался ну и там язык конечно свой но мне это понравится убийца миссия ну то есть какой-то вы вводите скажем привязь железо некий комок и так далее хорошо ревенцирующий материал до бах для миссия гаснет колеска такие интересные ну и примеси железо скажем они чрезвычайно важны и в каком отношении но недавно моды моды очень многое направление появилось она до сих пор не умерла этим вот она появляется ну как и вот моды в обычном мире и там она появляется умирает появилась на сезон то у физиков точно так же она как-то работа появилась например на магнитное свойство например тех же полупроводников с имени семей элементов железо вдруг кто-то обнаружил что там возникает феромагнетизм при концентрации магнитных и ионов порядка процесса вообще вообще просто все обалделы так мягко выражать почему потому что представьте себе полупроводник да то есть и плюс еще и магнитные свойства еще не просто анти а ферромагнитный свойств чёрты что перспективующие там революция в полупроводниковой технике ну и куча рабового сразу там одни нашли до фермы другие нашли чем ты высоких температурах отход до комнаты вообще экзотика ну спад раз всплеск какой-то спад почему же как-то появилась работа где ничего не нашли вторая работа тоже ничего не нашли обувал работ где ничего не находят вообще ну так бывает интересно на мой взгляд и носится сильно хочешь чего-нибудь вот он найдет экспериментатор вот он сильно так он стоит около прибора сильно хочет встать доберись муриа ну привода конце концов над ним смелости вот и уж что-нибудь подбросил но какой гадость обязательно почему явно ему подбросили такой дефект фальш назад будущий сильно опыта за это делал упасть вот эта ситуация интересного на что до сих пор продолжается вот эта проблема мы без вас полупроводник как традиционно на дизе поручение погасло и работает вы можете сегодня зайти посмотреть еще так все тема пишет но тем не не о чем это все говорить о том что элементы группы железо редкие земель это вообще библиот элементы чрезвычайно интересного ну я в него тоже я вам об этом упоминал представьте себе китай это фактически водополист метки земли так же ведь это дело политическое стратегическое фактически но с элементами группы железо тоже в общем да не менее политическое и такое вот посмотрите нормники у нас такая крупнейшее предприятие ну я не буду в советском союзе пока они не приватизировали там двое или трое до сих пор будет еще не поделили потанин вексельберг вы знаете владелец урал всего мне так я попросту все на урале все остальное поделили между собой потанец и бассейн ну что-то там оборвающую единственным мне приятно то что перепаска физик он закончил физфак мгу и надо сказать между прочим он своим не только однокашником а тоже физиками фактически помогает не знаю как сейчас но раньше я познаю из своих коллег который в общем-то делить паски деньги там получали курс мыслим в том числе подели паска просто работали по проектам ну связаны например с алюминием показать себе и выращивали вот он решает скажет важную проблему за большие дети важную проблему примеси времени с помощью ну вернемся к нашим баранам и так приближением независимых электронов все можно так что приближение независимых электронов мы на самом деле знаем про там все вообще все а у теперь дальше пойдем как же учитывать взаимодействие между электронами давайте начнем потихоньку так самого простого приближения самого простого приближения они я уже упомянул то есть будет считать что фактически поле действующие на выделенный электрон ватами формируется ядром и всеми остальными электронами и всех остальных но мы только что говорили о том что при этом у вас очень важно какой-то электрон при том внутренних оболочек внешних оболочек другими словами это означает что поле экранировки то есть сам эффект экранировки будет зависеть от того о каком электрон идет речь а значит будет зависеть от по крайней мере n и вообще говоря эй то есть приближение экранировки приближение экранировки заряд ядра мы фактически заменяем на за то есть для разных групп электронов это заряд будет разным а в остальном и сохраняем водородность как бы нашего много электронного атома просто считаю что разные группы электронов разные энерги электроны движутся в поле точечного же заряда но с разной величиной за что тогда будет у нас посмотрите энергия при этом автоматически напомню что энергия у нас вот в атоме водорода она зависела так минус квадрат на 2 и квадрата но теперь она перейдет минус за и н квадрате на 2 н квадрате то есть это будет атере которая будет зависеть более того если мы экспериментально скажи как-то эту зависимость установить то можем рассказать вот о том насколько сильный этот эффект зависимости эффективного заряда ну а ты по крайней мере ну вот например вот скажем давайте тот же кислород возьмем видите вот здесь 2 с электроны 2p электрон варис электроны 2p электрон так вот том же кислороде о 2 минус разницы энергии epsilon 2p минус epsilon 2s напомню если бы эти два электроны двигались в поле точного заряда за какого-то высоко ли в одном и том же поле если бы не двигались то это было бы 0 разница почему потому что в атоме водорода энергии только зависит ну а в этом они они кислород это примерно 20 электронов 20 электронов вот много или мало ведь все видите в мире относительно то есть чем это смешно сравнить ну конечно и надо сравнивать с собой энергией вайс или 2p электрона энергия этих электронов порядка 900 электронов ну за счет чего мы смотрим сюда видите в атоме водорода за единичка единичка да это пол атомные единицы трасс полы до петона вольт энергии но если заряд у вас будет десятка десятка здесь у вас будет 50 50 атомных единиц 50 атомных единиц 1 атомные единицы по двадцать семи электронов вольт ну 30 электронов вольт грубо говоря да полторы тысячи будет электронов вольт то есть как только вы по таблице менделеева начинаете смещаться на правый вниз то конечно энергии одноэлектронный начинает возрастать особенно для тех электронов которые соответствуют мало пены а значит внутренним оболочкам внутренним электронам те которые близко бедра движутся поэтому на самом-то деле вот эту разницу нужно сравнивать с энергией 2 и 2p электрона на порядке 900 900 электронов вольт на самом-то деле небольшой относительный эффект небольшой но очень реально конечно почему 20 электронов в нашем мире это очень много это очень много ну вот смотрите насколько сильно это на нас я бы дошла на нас прямо влияет прямо на нас вы смотрите в атоме кислорода это разница 2s и 2p 20 электронов вольт ну что-то зачем это означает что перемешивание с и п состояние в кислороде относительно небольшое почему а потому что возьмите вот поместите ведь лично идет о кислороде два минус который в оксидах сидит так вот в оксидах на атом действует поля порядка электронов вольтов электронов вольтов от исторических поля это поля порядка электронов вольта ну а здесь 20 электронов вольт то есть ясно что вот эффекты внешнего окружения при этом вот относительно слабо сказывается на перемешивание сыпь и состояние и поэтому в кислороде можно более-менее однозначно говорить о творчестве электронов и 2p электроны а возьмите соседы не ближайшего там через одного это углерод углерод а вот у него это разница всего лишь несколько электронов углерода то есть меньше значительно плюс как углерод в этом смысле в описании ближе к этому водороду ну действительно ближе там ему или в таблице медленно стоит что-то будет назначать это означает что для углерода если в состоянии уже пристала молекулы будут очень сильно перемешиваться возникнет эффект который мы с вами говорили эффект с гибридизации потому что у него есть несколько модификаций это алмаз я работаю так называемые сп3 гибридизации это графический графин 1 сп2 гибридизация и это разного рода одномерные модификации гибридизации как всего лишь количественное изменение может сказываться на свойствах атомы и ион и вообще на нашей жизни потому что я думаю так что писать по себе что в этом углерода расстояние между восьмой 2p также будет как у кислорода ну и все и жизни и жизни никакой земле и никого не будет а не было при жизни на земле и весь выбрала была какая другая которая показывает фильмах американских разные варианты жизни вот я недавно какой-то такой кадр в телевидении там вот ну не как бы прическа только вот эти вот волосы они какие-то вот как клетки такие а люди синие чёрт вот я вашей медведь колобок еще в старом варианте сегодня колобок тоже есть маша медведь вы посмотрите сегодняшнюю сказку маша медведь не диснеевский вот и вышка это тоже вот и вышка не нет можно браться вот чем я бы забыл про что я пробовать первое сделаю еще раз напоминаю в котором фактически разные или предполагается движение разным кулоновском поле. И мы вводим в результате вместо заряда ядра единого для всех, мы вводим набор фактически Z, который зависит от L и L. Ну, чаще всего эти заряды подбираются из требования согласования с экспериментом эти эффективные заряды. Какие они? Понятно, что эти эффективные заряды в общем случае всегда меньше, чем заряд ядра. Речь идет о хранировании. Причем даже для достаточно тяжелых атомов они могут быть существенно меньше. Ну, например, заряд может быть несколько десятков эффективных заряд ядра, вернее, настоящий заряд ядра, а вот заряд Z, экранированный заряд, может вместо десятков быть единицами всего. Особенно речь, если речь идет о, так называемых, валентных электронах, относительно слабо связанных с ядром. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Следующий вопрос, вопрос о сложении моментов. Вот до сих пор мы с вами говорили о независимых электронах и так далее. Надо вспомнить, что электроны имеют орбитальный момент. И, на самом деле, состояние нодерегронного атома можно характеризовать суммарным орбитальным моментом, суммарным спином и, вообще говоря, суммарно полным моментом атома. Имея в виду, что для свободного атома на самом деле момент количества движения является интегралом движения для свободного атома. Почему? А потому что это есть объект сверической симметрии. Сверической симметрии. А при наличии сверической симметрии у вас работает закон сохранения момента количества движения. И момент количества движения – интеграл движения. Причем надо иметь в виду вот что. Что если у вас спиноорбитальная связь не включена, вот я бы так сказал, что это надо как-то хорошо уже понять, что значит включена, не включена. Это просто означает так, что если мы пренебрежем спиноорбитальной связью, то тогда у нас работает закон сохранения и орбитального, полного орбитального момента атома и полного спиноатома. Ну и конечно суммарного момента атома всего. Но если же вы учитываете спиноорбитальные взаимодействия, тогда конечно отдельно орбитальные или отдельно спинные моменты не являются интегралами движения. А вот полный момент атома, сумма орбитального спины, конечно всегда для свободного атома будет интегралное движение. Итак, давайте запишем, о чем идет речь. То есть я ввожу полный орбитальный момент атома – это сумма по всем электронам L и T. Полный спиновый момент. Ну ясно, что речь идет о операторах здесь, да, то есть это крышка вообще-то, говоря, писатель. То же самое, сумма по всем электронам S и T, маленькая, вот так вот. Ну и кроме того мы можем ввести, вообще говоря, сумму орбитального спинного момента, то есть полный момент количества движения атома, L плюс S. Ну то же самое по крышке написать. Ну хотя, словами говорить, конечно, просто типа сложение моментов, полный момент, обритальные спины и моменты. Вот здесь представлены простые соотношения так называемой ЭЛЕС-схемы или ЭЛЕС-связи. ЭЛЕС-связи. Или, более сложные, связи Рассел-Саудерса. Итак, ЭЛЕС-связь или связь Рассел… Рассел – это… Собака Рассел, дитя. Как она называется – Рассел? Маленький такой вот… Накрайотки, плошкой такой… И то есть Рассел-терьер? Ну как Рассел… Ну, интерьер, конечно… Рассел-то слово есть там еще какое-то слово? Может быть, Джон Рассел. Не помни? Рассел Саудерс. Рассел Саудерса. Связь Рассел-Саудерса. Вот она здесь представлена. То есть при ЭЛЕС-связи мы проводим суммирование всех орбитальных моментов, складываем их в полный момент орбитальных атомов, складываем все спины отдельных электронов в полный спинный момент атомов, а затем полный орбитальный, полный спинный момент складываем в полный момент всего атома. Это вот типичная схема связи моментов, которую называют ЭЛЕС-связью или Рассел Саудерса. Она, повторяю, типична для, вообще говоря, подавляющего числа атомов в таблице Менделеева, для подавляющего числа работ по атомам, по атомной физике. Наряду с этой схемой есть другая схема, которую называют ЙОД-ЁД-связью. Не ЭЛЕС-связью, а ЙОД-ЁД-связь. В этом случае вы для каждого отдельного электрона проводите сложение орбитального спинного момента в суммарный момент количества движения этого электрона. А затем все полные моменты электронов вы складываете в суммарный момент количества движения всего атома. Вот так. ЙОД-ЁД-связь. Ну, то есть понятно, что на последнем этапе вы складываете полные моменты отдельных электронов. Ну, ясно, что эти две схемы связи, ну, они отличаются математикой, они отличаются способом описания, вообще говоря, вот этой задачки сложения моментов многоэлектронов. Ну, то есть действительно, если у вас есть орбитальный спинный момент, то у вас всегда есть дилемма, как получить полный момент. Ну, два способа. Все орбитальные сложили, все спинные сложили, а потом полный момент. Либо, наоборот, для каждого электрона складываете орбитальные спины в полный момент электрона, а потом все в полный момент электрона складываете в большой полный момент всего атома. Но вот эти схемы, повторяю, они соответствуют разным способам описания нового электронного атома. Но оптимальное их использование предполагает, в первом случае, отсутствие или слабую спинно-митальную связь. Вот если связь спинно-митальная отсутствует, ну, это отличает, пренебрегает спинно-митальную связь. Ну, или мала. То есть вы ее не пренебрегаете, но она мала. Тогда обычно используют ЛССС. Если же у вас спинно-митальное взаимодействие сильное, и пренебрегающим уж им ни в коем случае нельзя, то удобнее использовать ЙОД-связь. Вот в ядрах, в ядрах, используется, как правило, ЙОД-связь. В атомах, как правило, ЙОД-связь, а в ядрах, как правило, ЙОД-связь. Там спинно-митальное взаимодействие еще сильное. Почему ЙОД-связь удобно для систем с большим спинно-митальным взаимодействием? А дело в том, что в этой схеме связи спинно-митальное взаимодействие описывается максимально просто. Вот давайте посмотрим. Вот спинно-митальное взаимодействие для отдельного электрона пишется А. Ну давайте даже так я запишу. А, ну ладно. А, Л, С для отдельного электрона. А, Л, С. Здесь складываем момент ИЛС в полный момент электрона. Возводите в квадрат левую и правую часть. Ну и тогда А на С, скалярное произведение, вы можете записать через квадраты. Это будет А пополам. Дальше ЙОД-квадрат. Здесь чисто ЙОД на ЙОД-связь. Я в квадрат запишу ЙОД-квадрат. Минус Л квадрат. Минус С квадрат. Вот как запишется так раз пинно-митальное взаимодействие для отдельного электрона. И если мы от волновой функции отдельного электрона, мы писали НЛММУ, перейдете к функции в схеме сложения моментов, то есть запишите ее так, НЛ1,2, полный момент электрона, М, большой, проекция полного момента, то эти функции собственные для квадрата полного момента, для квадрата спинового момента, для квадрата орбитального момента. То есть для всей этой тройки. И что это означает? Это означает, что на этом базисе матрица спинно-орбитального взаимодействия будет просто диагональна. По диагонали будет стоять Величина, которую мы получим, просто замены вот в этой скобке квадратов операторов на собственные значения. То есть я сразу же могу написать энергию спинно-орбитального взаимодействия. То есть поправки энергии за счет спинно-орбитов, Дельта и ЕСО на уровне отдельного электрона напишется сразу моментально. А пополам. Й на Й плюс один минус L на L плюс один минус S на S плюс один. Вот как. Все. То есть фактически задача о спинно-орбите для отдельного электрона решается тривиально в этом приближении. Ну а затем что надо? Вот дальше надо складывать моменты отдельные, в полный момент. Но видите, всегда мы в чем-то выиграли, но в чем-то проигрывали. Проблема всегда стоит в том, чтобы не проиграть в главном. В этом я еще раз возвращаюсь назад. Для большинства элементов таблицы Менделеева на практике используется ЭЛЕС-связь или связь Рассел Саунарса. Вот. И Й-Ё-связь практически не используется для атомов таблицы Менделеева. Для ядер, наоборот, именно Й-Ё-связь работает. Там, как правило, ЭЛЕС-связь не используют. Далее идем. Поскольку, поскольку у вас момент количества движения сохраняется, является интегралом движения, это означает, что вы можете характеризовать состояние многоэлектронного атома значениями соответствующих квантливых чисел. То есть, это означает следующее. Вот давайте я последовательно запишу. Для свободного атома полная энергия Е будет зависеть ну, конечно, она будет всегда зависеть от конфигурации Е от каппа, но она будет еще и зависеть и от полного момента количества движения многоэлектронного атома. Это, строго говоря, так, то есть, это означает, что мы работаем учитывая спинно-орбитальную связь, учитывая, что интеграл движения является только полный момент количества движения. Но если мы спинно-орбитальным взаимодействием пренебрежем, считая его слабым, тогда можно сказать, что энергия, значит, вот это я напишу, большая спинно-орбита, вот здесь вот. Большая спинно-орбита, большая, ну, большое, ну, большое, а если же у вас спинно-орбита маленькая, и я ей просто пренебрегаю, тогда у меня сохраняются и полный орбитальный, полный спинный момент, и полный момент количества движения всего атома. Ну, если я спинно-орбитой пренебрегаю, написать, это будет энергия, которая будет зависеть только от L и S. Ну, естественно, для каждой конфигурации. Если же я спинно-орбиту включу все-таки, так, ну, тогда у меня появится еще и зависимость, конечно, от Y, безусловно. То есть я спинно-орбиту, если я не учитываю, у меня в этом случае будет зависимость энергии только от L и S, а если я учту спинно-орбиту, то у меня будет зависимость и от L, и от S, и от полного момента. Еще раз повторяю, что, строго говоря, интегралом движения является только полный, суммарный момент количества движений всего атома. А вот теперь давайте расшифруем немножко вот эти соотношения, так, чтобы вам была понятна связь с известными уже вам из школы и из атомной физики какими-то определениями, понятиями и так далее. Ну, а давайте я снизу начну. Понятие термо. Будем говорить о понятии термо. По термам мы понимаем, как правило, либо набор состояний с определенными значениями L и S, либо набор состояний с определенными значениями L и S, либо соответствующий уровень энергетический, соответствующий определенному значению L и S. Итак, под термом мы понимаем либо набор состояний с определенными L и S, либо соответствующий энергетический уровень, соответствующий определенным L и S, данным L и S. Терм записывается, ну, вы знаете, вот из атомной физики следующим образом. Указываются числа S и L для термо, но они указываются немножко вот так своеобразно. Слева вверху пишется не значение спина, а то, что называют спиновой мультиплетностью. То есть число спиновых состояний при фиксированном S. Число спиновых состояний при фиксированном S. А строчке, как бы, да, указывается значение орбитального момента. Ну, буква просто пишется не орбитальный момент 0, 1, 2 и так далее, а пишется соответствующая буква S, P, D и так далее. То есть фактически мы будем говорить о 2 S плюс 1 S, P, D, F, G, H и так далее. Ну, вот здесь я, видите, далеко убежал. Хотя я говорил, что об электронах, ну, D и F еще говорят, а вот G электронов там редко, но дело в том, что здесь ведь речь идет о суммарном орбитальном моменте, да. А суммарный орбитальный момент для D электронов может быть и может соответствовать четверке, пятерке. Вот. D F электронов еще больше может быть. Вот поэтому D F электронов иногда термы соответствуют буковке I, но это значит так, это вот тройка, четверка, пятерка, шестерка будет, да, I. Ну, дальше я уже тоже ничего не помню. Ну, дело в том, что на практике, повторяю, как правило всегда речь идет, я вам даду всегда иметь в виду, о состояниях с минимальной энергией, то есть об основных состояниях, ну, или состояниях близких к основному. Ну, почему? Потому что поэтому на самом деле огромное количество состояний. Огромное количество состояний. Ну, видите, как мы все конфигурации, а их огромное количество, потому что огромное количество одноэлектронных состояний. и как правило мы говорим о конфигурации основного состояния то есть до конкурации которые соответствуют минимальной энергии но при данной конфигурации мы можем получить огромное количество состояний с различными если но опять же при этом чаще всего нас будет интересовать те термы то есть и состояний с определенными средствами которые соответствуют минимальные энергии вот первые с минимальной энергией иногда для элементов кровь железа или ими называет хундовскими таблий хундовскими таблий вспомним правила гонда правило bunda и так среди термов определенной конфигурации минимальный минимальная минимальная энергия или термос минимальный соответственно максимальным с и максимальным при этом эль правила хунда правила хунда значит первым основного состояния это терм с максимальным спином возможен при данной конфигурации и максимальный при этом орбитальный момент как пояснить правила хунда на пальцах на следующий буквально будем в понедельник будем еще говорить чтобы как раз про обменное взаимодействие но на самом деле объясняется все очень просто если мы еще при действии принципа паули представьте себе два электрона в атоме два электрона описать себе что они имеют параллельные спины ясно что максимально близко приблизиться этим электронам мешает принцип паули иначе они займут одно и то же состояние когда а вот для электронов с анти параллельными спинами иногда говорят принцип паули либо не работает либо говорят он не запрещает приблизиться сколь угодно близко обратить внимание если электроны параллельные спины мир до принципа не мешает близко если анти параллельные спины то нет это означает что электроны с параллельными спинами в среднем находится дальше друг от друга чем электрон с анти параллельными спинами но не пост электроны с такими спинами стараются избегать друг друга в среднем расстоянии между ними будет меньше а что значит расстояние вещь значит и отталкивание меньше отталкивание меньше отталкивание даже положительная энергия отталкивание ниже отсюда делаем вывод что чем больше спин чем более параллельными являются эти спины всех электронов тем меньше энергия почему потому что меньше отталкивание будет электрон электроны отсюда принцип правила то есть фактически это результат как мы видим так называемого если так называемого обменного взаимодействия я вам на пальцах проиллюстрировал действие этого обменного взаимодействия вести у вас появляется некая зависимость энергии от спина энергия спина параллельные спины энергия меньше они параллельные спины энергия выше хотя я при этом же в том и другом случае говорю о чем о кулоновском взаимодействии между ними кулоновских взаимодействий но я ввел принцип ауле а куда с принципа расследует истребования антисимметричности полной волновой функции то есть это фактически требование которое вытекает из принципа тождественности частиц в варианте ферми частиц и так идем дальше и так значит термы с пд и так далее кстати вот если говорить о терминал терминологии терминологии но сейчас по терминологии термологии терминологии такая вот мы говорим зависимостью значения с пиновой мультиплетности мы говорим синглентные термы если два из плюс единичка единичка спин 0 мы говорим триплетные термы если это тройка спины единицы ну дублетный термин если спина 1 2 и так далее квартетные термы тогда вот эта терминология такая четко устоявшаяся то есть название тема стартует со значения спина или спиновой мультиплетности чёрт повторяю синглентные термы и тогда это не парни я по спину идет их классификации ну а дальше конечно порпите очень просто мы говорим буковку соответствующий скажем синглентный терм синглентный синглентный предположим ко мне и так далее вот давайте рассмотрим простой пример который показывает что принцип сказывается на сложение момента фактически принцип паули приводит к неким ограничением констрейт такому модное слово английской литературе констрейт ну благо есть русский вариант ограничений некоторым ограничением на сложение моментов принципа ли накладывает некоторые достаточно жесткие ограничения на возможное значение спины и орбитального момента систему новых электронов давайте развивается ректору призана кроме пенни так вот давайте рассмотрим пару эквивалентных электронов и я без находится остановлюсь на правила которые ограничивают возможное значение суммарного орбитальной спины момента пара электронов как результат действия принципа пауэр итак я рассматриваю пару электронов то есть я рассматриваю такую оболочку нл оболочка с двумя электронами ну или так говорят конфигурацию нл2 какие значения спины здесь возможны ну очень просто спин при этом два электрона все паузы второй значит спин варианты либо 0 либо 1 полный спин либо 0 то есть это означает что мы в этом случае будем иметь либо синглентные либо триплетные термин орбитальный момент суммарный орбитальный момент ну по правил треугольника он меняется вот здесь два одинаковых орбитальных моментов за счет 0 до 2 и 2 и через единицу ой 8 и четвертый курс по правилу я могу рассказать что тихонько не девушка до спят она не так не будет понять что больше и 2 меньше который вопрос школьный поменьше кванта механическая нет правильный треугольник кванта механического момент меняется от разности склада через единицу а вы можете лифтаре получить меня от единицы до пяти через единицу есть куда не включая смешно просто вы складываете два целых момента туда целый я надеюсь что в конце концов я и я уже не сказал что 90 процентов вот смотрите сколько здесь возможно сколько у меня возможно здесь термоформально я пока принципа не учитывать только сложение момента во первых по спину два варианта порубите ну скажем возьмите даже простой случай п единичка здесь варианты 0 1 и 2 значит три варианта и два варианта спина 6 вариантов термо возможно 6 вариантов я принципа учитывать открытывать еще принципа улья как пауэлли гласит что в конфигурации двух эквивалентных электронов разрешены только такие термы для которых сумма с плюс л чёртно то есть разрешены принципом пауэлли только такие термы для которых с плюс л чёртно чёртное число вот давайте рассмотрим случай или виничка то есть конфигурация mp2 mp2 я выпишу все термы которые допускаются в принципе просто сложение момента забуду про принципа улья посмотришь сюда значит орбитальный момент меняется 0 1 2 spd термы возможно такие сингетные термы 1s 1p 1d 3d 3s 3p 3d вот по принципу по сложению моментов что возможно а теперь принципа улья веке запрещает вам термы для которых сумма с плюсы нечетно он и запрещает разрешает только вот такие термы смотрим сюда 1s 0 0 разрешен 0 1 запрещен 1d 0 плюс 2 разрешен 3s 1 плюс 0 запрещен 3p 1 плюс 1 2 разрешен 3d 1 плюс 2 3 запрещен то есть половина термин принципа паули будет запрещено между прочим для случая конфигурация двух эквивалентных электронов это правило доказывается очень просто и это можно предложить как задачку простую задачку на применение тех соотношений которые мы рассматривали разделе сложение момента то есть вот разрешенные 1s 1d 3p вопрос фундовский терм ответ однозначно меньше энергии будет иметь терм 3p и спин максимальный значит только это будет соответствует основу состоянию данной конфигурации на льва ну его можно назвать фундовский термом если бы у вас и не единичка двойка то у вас вы добавили здесь какие еще термином просто дальше был вы пошли значит это орбитальный момент до четверки мог бы до меняться до четверки не до двойки до 4 и что у вас добавились бы еще термин и женщин термин добавили как синглент и так и приплетные если бы и было не единица двойка значит добавить надо было бы вот такие еще термин и же орбитальный момент 2 плюс 2 максимум 4 и тогда смотрим как мы были бы разрешены с максимальной скинки какие внутри пэта остался бы разрешенным но разрешены были еще термин 3f а вот куда лучше 3f был бы еще разрешен и тогда у вас было бы два спина два терма с одинаковым спинами единицы 3p и 3f ну и тогда вторую половину принципа правила хунда вспомните основное состояние соответствует максимальному спину и максимальному при этом орбитальном моменту значит для конфигурации nl2 хундовский термин хундовский термин то есть термин основного состояния 3f будет для конфигурации np2 вот он 3p основного состояния хундовский термин ну и так далее ну ясно что если у вас не два электрона в оболочке там три четыре пять то принцип остается тем же самым в том смысле что принциповый просто ограничено число термин ограничивать число термин ну откуда это следует ну собственно мы только что с вами раз об этом не говорили что принциповый просто приводит тому что ведь он не может занимать не может занимать валик он не мог занимать одно и то же состояние а когда вы складываете момент то на самом-то деле не явно просто забудьте про принциповый то не явно при этом вы будете предполагать ситуации когда у вас электрон находится в одинаковое состояние что запрещено принциповом ну и наконец несколько слов о так называемом мультиплетном расщеплении вот обратите внимание видите если я спидал битва не учитываю я ограничиваюсь термом и тогда энергию меня только зависит от или с и фактически каждым имеют просто свою но если я учу при этом спина биту я буду учитывать путем измущений просто теория измущений и вот в первом приближении измущения учет спина битального взаимодействия простой вы пишите спин орбиту переходя от малых орбитальных спинных моментов полный моментом спин орбиту так запишите лямбда эль на с вот таким образом выглядит спин орбитальных взаимодействий для термо для определенного тема то есть для набора состояний с фиксированными с и лямбда постоянная спина орбитальной связи ну или расстанта спин орбитальной связи лямбда но обычно мы с вами договорились моменты безразмерными считать так что лямбда безразмерность энергии лямбда для для элементов группы железа спин орбитальных взаимодействий мы с вами эту оценку уже вот на лекции говорили это величины порядка скажем если вы электрона вольта до 1 десятый электрона вольта и меньше меньше одной десятой электронов а вот для редких земель это величины меньше одного электрона вольта разделить к земле спин орбит обычно порядок больше чем для элементов железа но ты понятна редкие земли они носить ниже таблицами или существенно расположен чем железо итак если у вас первый какой-то то как учесть спина орбиту в рамках тела окружение тела измещения вы просто делаете вот что так же как раньше вы переходите от или с полным моменту и квадрат возьмите левую правую часть и записываете спина орбита в результате следующим образом лямбда пополам ё на ё ё в квадрате давайте так начали пишем минус л квадрате минус с квадрате здесь это все операторы то есть оператор спин орбитального взаимодействия для термо проще так записать почему а потому что волновые функции для термо вы пишете есть два варианта ну дать я дирековские обозначения возьму и мл смс это запись волновой функции для термо предположение что вы не учитываете спина орбитальную связь а значит у вас орбита и спин как бы независимы совершенно тогда вы состояние характеризует не только значениями лес но еще и проекциями орбитами спина момента но для первого можно и вместо лис перейти к полному моменту сложить с вместе то есть тогда схеме сложения момента вы запишите эту функцию вернее перейдете новым функциям запишите так первый момент второй момент полный момент и его проекция ну а вот в этом базисе эти функции людьми словами эти функции допроса собственные для тройки оператора а значит я что могу сказать что собственное значение спин орбитального взаимодействия нашего оператора на таком базисе из поправки к дн это просто фактически даже скобка только замены операторов на и собственное значение и поэтому я сразу получаю выражение для поправок это будут поправки первого приближения дельта е л с й это будет лямбда пополам й на й плюс 1 минус л на л плюс 1 минус С на С плюс 1 вот собственно то что мы писали уже для отдельного электрона здесь для многоэлектронной конфигурации для термо вот вы получили простую форму которую название формула мультиплетного расщепления формула мультиплетного расщепления и она позволяет фактически вам выяснить как терм расщепляется на ряд мультиплета что такое мультиплет но если терм характеризуется парой чисел L и S то он мультиплет тройкой L, S и Ём еще мультиплет по разному вообще говоря записывают либо вы пишете просто L, S, L, S, J так и говорите L, S, J мультиплет ну а можете на самом-то деле использовать обозначение термо тогда мультиплет так записывается 2 с плюс единица L это обозначение термо а внизу справа пишется значение полного момента значение полного мультиплета вот тоже обозначение мультиплета ну вот чаще когда вы просто говорите о каком-то мультиплете вы лучше используете L, S, J, Mультиплет слова ну в общем случае конечно ну а если влечить что-то конкретном терме то конечно вы пишете прямо термовое обозначение указываю внизу индекс полного значения полного момента ну и в результате я закончу тем что приведу такую схему схему которая указывает показывает формирование энергетического спектра многоэлектронного атома с учетом последовательным учетом разного рода взаимодействий и так общая схема вот на самом деле эту общую схему чтобы очень хорошо представлять нато итак мы стартуем начались не взаимодействующих электронов и получаем электронную конфигурацию электронную конфигурацию вот я пишу электронной конфигурации вот уровень энергии соответствующие определенной конфигурации далее если у вас эта конфигурация соответствует профигурации полностью заполненных оболочек то что у вас будет полностью заполненная оболочка характеризуется всего лишь одной волновой функции вот это надо иметь ввиду почему а потому что оболочки заполнить полностью можно только одним способом это означает что полностью заполненным оболочкам соответственно 1 волновая функция а что это означает это означает что полный спин такой конфигурации полный орбитальный момент нулями должны быть почему то если они не могли мы знаем что если например единица там же три орбитальные состояния различающиеся значение проекции орбитальный момент но у нас всего одна функция семье значит полный орбитальный 0 спин то же самое полный тоже 0 то есть для конфигурации эквивалентные для конфигурации заполненных оболочек ну вот здесь она написана весь была а вот она видите три заполненные оболочки конфигурация полностью заполненных оболочек то есть ясно что есть соответствует полностью 0 полный орбитальный момент 0 что происходит для конфигурации полностью заполненных оболочек с учетом электростатики включите отталкивание электронов ну просто этот уровень уже расщепляется не будешь одна всего одно состояние он энергию конечно повысит то есть если я учитываю в е е энергии просто повышается но оболочка остается там чуть-чуть заполненным дальше спин орбита но спин орбита l равна 0 спин орбита отсутствует то есть спин орбита 0 обращается да то есть этот уровень остается тем же самым вот что у вас происходит с конфигурацией испорт состоящий из полностью заполненных оболочек никакой в общем-то никакого интереса в этих конфигурациях нет а вот если же у вас конфигурация не полностью заполнили но иногда мы просто не заполнены оболочек вот этот термин не заполненная оболочка не означает пустая оболочка а почему здесь видите русский язык к сожалению тут немножко так вот мягко выражаясь как не срабатывает правильно и заполненная оболочка имеется ввиду когда оболочка не заполнена полностью хотя по-русски как не заполнилась пустая вы поняли так вот мы смотрим тоже самое для незаполненных оболочек что происходит у вас теперь появляется вырождение почему потому что сформировать состояние незаполненной оболочки можно разными способами и тогда когда вы включаете это статику у вас происходит расщепление уровня конфигурации на термы на термы как это происходит но все равно в целом у вас пойдет рост энергии потому что вы включаете отталкивание да вот но при этом вы получите ряд термов я так условно в тройку нарисовал ряд термов в общем случае это 2s плюс 1a термы нижний терм хундовский вот это хундовский терм хундовский терм он повторяя соответствует максимальную спинную и максимальную при этом орбитальную моменту и всех возможных термов для данной конфигурации но затем вы учитываете спин орбиту так поясок что у вас получается термы расщепляются на мультиплеты возле своем энергия позволяет рассчитать это расщепление и вот у вас происходит расщепление на мультиплеты каждого термо это условно нарисовал причем здесь эти мультиплеты уже обозначают не давать его здесь напишем 2s плюс 1 и и и и иногда для мультиплетов тоже вводят некое правило хунда которая позволяет вам определить а какому же значению идет будет соответствовать мультиплет основного состояния тут и легко увидеть действительно если спин орбита у вас записано лямбда и на с обратите внимание просто посмотрите классический на эту формулу понятно что с ней лесу вас параллельно друг другу так то при положительном лямбда это будет соответствовать максимальной энергии при отрицательном для минимальной энергии поэтому если лямбда у вас положительное так то минимум энергии спин орбитального взаимодействия будет при анти параллельной ориентации лес а это будет соответствовать минимальному полному моменту поэтому положительные лямбда или мультиплет основного состояния будет соответствовать минимально возможному значению полного момента как определяется полный угольник основа вот они возможны изучать правило если железо вас отрицательное тогда мультиплет основного состояния будет соответствовать максимальному ее некое правило его иногда называть третьим правилам бунда не страшно как часто вот примерно структура который показывает степ-бай-степ пошаговое формирование спектра многоэлектронного свободного атома все на сегодня